Привет, друзья! Я уже снимала несколько видео на тему алкогольных, спиртовых и просто чернил, но там я не показывала саму технику, потому что я посвятила этому очень достаточно времени, неделю-полторы, у меня как раз была депрессия, но тему депрессии я только что выложила видео. Я на самом деле изучала и не могла понять этот алгоритм, потому что достаточно, вот смотришь видео какие-нибудь американские, и там они водят, что-то водят, и раз, и красота! И ты такой на, на, налив, водишь, водишь, а у тебя получается фигня. И на самом деле только буквально вчера у меня я наконец-таки поняла этот алгоритм, я поняла в чем суть, и я хочу этой сутью поделиться с вами. Я сейчас покажу такую мини-экскурсию своих новых работ, вы посмотрите, и в конце, во второй части видео я делюсь двумя основными техниками, то есть от чего начинается крутая работа в спиртовых чернилах. Обязательно смотрите до конца, и вы не наделайте столько ошибок, сколько наделала я. Есть вот такие этнические буги-буги, которые мне нравятся. Вот, дальше вот эта картина, тоже в другом современном стиле, тоже, не знаю, она мне очень нравится, на продажу. Ну, вот эти картины у нас стоят на заказ, и причем, если вот эта бирюзовая, она выполнена в такой более квадратном, в таком современном рисунке, то здесь есть еще и другая техника, сейчас я вам покажу, ее можно назвать цветочной. Вот это скорее цветочная техника, видите, такие вот, такая очень воздушная получилась. Единственное, что здесь, не знаю, как вам, мне не нравится, здесь было золото, и сейчас мы его стираем, потому что оно получилось очень грязным. Дальше у нас есть вот такая вот стильная работа, которую мы сегодня упаковываем, она отправляется в Москва-Сити, по-моему, в офис или в ресторан. Вот эта, я не знаю, почему, но я от нее без ума, вы, наверное, ее не поймете. Она достаточно эксцентричная, но я не знаю, мне так нравится вот такой вот стиль, какой-то, знаете, эту работу мне, по крайней мере, хочется рассматривать, не знаю, как вам, но я бы себе такую домой повесила. Есть еще вот такая работа, тоже это что из готовых. Так, вот эти, я не знаю, это реплики на, как-то, Рудольф Стингл, современный, современный, современный художник. Такая вот серия работ море, океан. И есть вот такая вот работа, неровно висит, но такой этнический, современный стиль. Есть вот такие этнические работы, вот такой камень выполненный. Итак, смотрите, у меня есть, во-первых, вот такой вот фен, такой боевой, мощный, профессиональный, и я им работала, потому что он сушит намного быстрее. Это есть более бытовой, в этой технике быстрее не значит лучше. Мы сушим вот таким. Сейчас я вам наглядно покажу, в чем разница. Смотрите, как я делала, да, вот, например, я налила, ну, что-то. Я вот этим феном не понимала вообще, в каком алгоритме действовать. Смотрите, что у меня получалось. Из-за того, что он очень мощный, у меня получались вот такие вот всякие козявки. И ладно, тут как бы светло, но когда это темно и на работе, то получаются всякие некрасивые разводы, получается стрёмно. Вот, например, когда я наливаю здесь и работаю с этим феном. Даже если я его подношу близко, до таких разводов не получается. Это большое преимущество. То есть, первое, это фен. Второе, обратите внимание, как я сушу. Я сушу от краев к центру. Если я буду направлять фен и воздух в центр, у меня все это будет растекаться, все равно будут некрасивые разводы. И в этой технике мы сушим именно от краев центра. От краев центра уменьшаем. И вот смотрите, первая техника, это мы такой цветочный принт, когда мы создаем круг. Например, посушили от краев в центр. Дальше, предположим, мы хотим расширить рисунок. Мы также наливаем. Предположим, если вы не хотите, грубо говоря, чтобы у вас в центре оставался такой маленький кружочек, то можно поступить таким образом. Когда вы очертили вот этот вот круг, видели, как я работала? То есть, по кругу, по кругу. Не на сами чернила я дула, а именно как бы очерчивало тот силуэт, что я хочу сделать. Дальше, например, я не хочу, чтобы у меня внутри оставалась вот такая вот крошечная серединка круглая. Например, мне по концепции это не нужно. Тогда я высушиваю. Вот у меня уже сформировался четкий круг, и есть влажный круг. Я теперь дую этот воздух именно на влажный круг, и он будет как бы высыхать равномерно здесь. И не уменьшаться в размерах, а, грубо говоря, серединка будет именно вот такого вот силуэта. Вот давайте посмотрим. То есть, если бы я продолжила высушить, у меня бы вот этот очерченный круг был бы прям в серединке. Иногда для цветочной техники, там, для каких-то особенностей это окей. Например, для меня, для моих абстракций, такой вариант не подходит. Поэтому я создала себе какой-то силуэт, и дальше уже вот эту вот серединку именно высушиваю. Еще интересный момент. Везде в интернете я видела только, когда делают круг. Вот я недавно в субботу делала большие работы, и поняла, как можно делать не круг, а как можно, в принципе, делать любую фигуру. Положим, чуть-чуть посушили. Как я делала? Мне, например, нужно было имитацию какого-то квадрата. Я брала прям пальцем и создавала эту форму. Создавала форму. И дальше я сушила точно так же. Это можно кисточкой, но в данном случае пальцем. То есть, чтобы сушить не именно круг, а мало ли что вы хотите. И дальше вы эту форму точно так же просушиваете. Смотри. И мы, например, очертили и сушим уже в пределах этого квадрата. Дальше. Внутри самого рисунка точно так же можно руководить феном не по кругу, а черчивать, а любой силуэт. В данном случае это была прямая линия. То есть, я здесь вводила именно ровно, прямо и создавалось то, что я хочу. Вот. Думаю, не стоит с этим видео затягивать. Я считаю, что это основные принципы создания работ в этой технике. То есть, во-первых, выбор правильного фена. Он не должен быть чересчур мощным. И второе, это управление потоком. То есть, для меня это тоже был инсайт, что мы двигаемся именно по контуру, создаем именно по контуру. Не знаю, как для вас, если бы я увидела такую информацию в интернете, она была бы для меня очень полезной и актуальной, потому что мы учились все на своих пробах и ошибках, запороли кучу работ. И, в общем, надеюсь, что этот инсайт будет полезен для вас. Не забудьте поставить лайк, этим вы меня поддерживаете. Пишите свои вопросы, давайте дружить, общаться. Все творческие мои, дорогие. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok